Приветствую вас, Сергей. Я думаю, что ни тот, ни другой, ни третий вариант вам не подходит. Понимаете, отомстив, вы ставите под сомнение честность того, что делает жена, ваша. То есть вы, как бы, отомстив, да, вы показываете своей жене, что вы ей не доверяете. Вряд ли это что-то, что вас в той или иной степени красит. Вот. Потому что есть вероятность того, что жена делает это действительно вот только потому, что он боится чего-то. Вот. Ну, с его стороны. Вот. Если вы, допустим, платите все на сомнение, то вам, скорее всего, самому будет неприятно. Скорее всего. То есть вам, скорее всего, будет неприятно то, как, вот, развивается ситуация, как развивается эта история. Вот. И вы будете, скорее всего, чувствовать себя обманутым. Вот. Поэтому это, на мой взгляд, тоже не вариант. Для вас. Если же поставить за нее условие, то это, мне кажется, она вас примет как давление на себя. С вашей стороны. И, в общем-то, тоже хорошего из этого ничего не получится, Сергей. Поэтому, я думаю, что будет лучше, если вы, лучшее, что вы можете сделать, это просто выразить своей жене чувства, которые вы испытываете, которые вы испытываете по поводу всей этой ситуации. Сказать, что, например, вам неприятно, что вас скрывают, вам неприятно, что вы, как бы, находитесь на таких вот старых ролях. И просто сказать вот это, выразить свои чувства. С другой стороны, очень важно понимать то, насколько вы доверяете своей жене, насколько вы доверяете своей супруге, насколько вы доверяете самому себе. И чего вы боитесь в этой ситуации. То есть, есть ли у вас какой-то страх, например. Ну, например, страх, что она будет вам изменять с бывшим или что-то еще. Это такой момент. Вы говорите, что у вашей жены и у ее бывшего мужа была взаимная ненависть друг к другу. Я не в курсе, знаете ли вы или нет, но ненависть, тоже как любовь, является, в общем-то, разными сторонами одной медали, то есть сильного чувства. Есть серьезные основания полагать, что ваша жена, по-прежнему, испытывает какие-то чувства к своему бывшему. Но при этом испытывает некие чувства к вам. И в таком случае вы оказались, по сути, в любовном треугольнике или треугольнике Карпана, который вы можете изучить самостоятельно в интернете. Если вы не хотите быть треугольником Карпана, то вам необходимо выразить свои чувства, после чего действовать исходя из того, что вы считаете для себя правильным. Исходя из того, что вам хочется. То есть, понимаете, если вы мстите, то вы это делаете для жены, если вы ставите условия, вы это делаете для жены, если вы пускаете все на самотек, как мне кажется, вы идете против себя. То есть, вам необходим такой вариант, чтобы, во-первых, он не касался бы прямо вашей жене, и который бы не был против вас. Против того, что вам, ну вот, кажется важным и значимым, к примеру. Вот. Такая вот история. В целом, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что это, я так понимаю, второй брак, и второй брак не складывается, на что есть причины, я полагаю. Соответственно, нужно с этими причинами разобраться, разобраться с тем, почему у вас не складываются брачные отношения с женщинами. И, вероятно, подкорректировать ваше поведение в той или иной степени. Вот. Помочь вам это сделать. Помочь вам более корректно, более адекватно вести себя по отношению к супруге, по отношению к женщинам, по отношению к себе самому. Потому что, если у вас не складывается второй брак, то есть все основания говорить о том, что имеет место быть определенное сценарное поведение, которое не мешает вам устраивать отношения. И дело здесь не только и не столько в самих женщинах, которые вам встречаются. Сколько речь идет о вас самом. И о вашем собственном выборе модели поведения. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам всего доброго желаю, удачи и надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится самым лучшим образом. Либо вашими силами, либо с помощью психологов. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok